Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 «Я знаю это, ибо я стар, и жена моя в преклонных летах». Если бы Захария на этом остановился, то все было бы в порядке. Лука нас уже предупредил, что Захария был старым, а теперь Захария говорит, «Я стар, а жена моя...» Но она в преклонных летах. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою, и благовестит тебе сие». И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говориться до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам Моим, которые сбудутся в свое время. Интересная история. Бог послал ангела Гавриила к священнику, чтобы сказать, что у них с женой будет ребенок. Это ответ на их молитвы. Это триумфальная история, потому что это будет необычный ребенок. Они получат ребенка, который сыграет очень важную роль в подготовке мира к приходу Мессии. Его служение будет разогревом для служения Иисуса. Он будет современником Иисуса. И это удивительная история, которую мы любим читать с мыслями, что и в нашей жизни исполнятся Божьи обещания. Бог исполнит свое слово и превзойдет все наши ожидания и способности. Нам нравится думать, что Бог больше нас, и Он пишет для нас будущее, которое лучше, чем мы могли бы придумать. Мне нравятся такие истории. А вам? Но это еще не все. Думаю, нам нужен контекст, чтобы понять, как нам двигаться в нашей жизни. Итак, Захария и Елизавета молились о ребенке. Как вы помните, Лука, доктор, и он говорит, что Захария и Елизавета уже вышли из того возраста, когда можно иметь детей. Он несколько раз говорит, что они старые. И я думаю, они просили об этом за два-три десятилетия до этого. А сейчас у их ровесников уже внуки. Они уже упустили свою возможность. И вот приходит ангел. Бог услышал вашу молитву. Думаю, Захария пытался вспомнить, о чем они молились на прошлой неделе. Твоя жена родит сына. Вот это да. Такого на той неделе не было. Думаю, в этом отрывке есть интересная мысль. Наша эмоциональная энергия увеличивается в определенные периоды нашей жизни из-за наших ожиданий в эти периоды. Мы вечное создание. Но наш земной костюм делает нас участниками времени, у которого постоянно идет обратный отчет. И наша радость или тревога напрямую связаны с тем, как мы видим себя в то или иное время. Но Писание ясно говорит нам, что Бог не ограничен временем. Он вечный. Он делает со временем неожиданные вещи. Иногда Он берет наименьшего среди нас и наделяет Его огромной важностью. И Иоанн Креститель еще не успел родиться. А Бог уже сделал громкое заявление о нем. То же самое Он сделал с Моисеем. Моисей еще с детства имел задание от Бога. То же самое было с Самсоном. Еще до рождения этого ребенка его родители знали, что он был избран Богом. Он сделал это с Давидом, когда тот был еще мальчишкой. Бог использовал его, чтобы свергнуть самого сильного воина. Бог вне времени. Но иногда мы забываем об этом и рисуем свою временную шкалу. Мы говорим молодым людям, развлекайтесь, познавайте мир. А я бы сказал так. У вас есть всего один шанс провести свою молодость с Богом. Вы не сможете вернуть это время. Почитайте Бога в любое время. Делайте все возможное, чтобы почитать Бога. Мы становимся рабами хронологии нашей жизни. И мы злиемся на Бога, если наша жизнь не похожа на наших сверстников. Друзья, в нашей жизни действует другая сила. И с другой стороны, вы можете думать, что вы уже взрослый и опытный, и вы уже достигли всего. Но Библия говорит иначе. Бог пришел к Авраму и сказал, готовься. Куда готовиться? Я уже все. Нет, мы только начинаем. То же самое он сказал Захаре и Елизавете. Лука пишет, они были старыми. А ангел говорит, готовьте комнату для малыша. Они еще не закончили. Далее Халиф, помощник Иисуса Новина, 80 лет. Он пришел к Иисусу и сказал ему, моя сила не сократилась, и мое зрение не ухудшилось, и сегодня я могу сделать то, что не смог сделать 40 лет тому назад. Я хочу взять эту гору. Поймите, что Бог пишет историю вашей жизни. Не позволяйте календарю диктовать вам. Не позволяйте ему разочаровывать вас, потому что ваша жизнь выглядит не так, как вы думали. Вашу историю пишет Бог. Он писал историю Захарии и Елизаветы. Бог услышал вашу молитву. Так мы молились об этом 40 лет тому назад, а сейчас мы уже молимся о домике на пляже. Ребенок? И это подводит нас к следующему пункту. Гавриил не принес им предложения. Он не сказал, «Захария, я понимаю, что ты сильно занят, и тебе придется еще два дня служить в храме, поэтому я даю тебе 72 часа. Когда выйдешь отсюда, напиши Элизе смс-ку и спроси, что она об этом думает. Дай ей время свыкнуться с идеей, а когда придешь домой, то поговорите об этом. Я вернусь через 72 часа. И тогда узнаю ваше мнение. Такого не было, не так ли? Ангел сказал Захарии, ты станешь отцом, и все. Точка. Я знаю, что это был ответ на молитву, но не думаю, что молитва была, скажем так, вчерашней. Представьте, что на следующей неделе вы пришли сюда и получили ответы на все молитвы, которые вы произнесли за последние 30 лет. Думаю, всем нам было бы неловко. Мы все говорили бы так, о, Господи! Да! Ангел не пришел к Захарии с предложением. Он просто принес информацию, которая касалась этого человека. Захарии. Это совсем иной взгляд на чудо от Бога. Спасибо за ваше внимание. Сложно поверить, что уже конец 18-го года. Кажется, совсем недавно мы праздновали Новый год и стояли на Божьих обетованиях. Бог сдержал свое слово, и у нас был прекрасный год. Мы видели, как Бог двигался невероятным образом. Недавно я был в Иерусалиме у американского посольства. Это было библейское чудо, которое я не надеялся увидеть в своей жизни. А сейчас это уже место, у которого фотографируются обычные туристы. Бог верный, и вы можете Ему доверять. Бог продолжает открывать двери для нашего служения. Радиостанция сами связываются с нами, чтобы запустить нашу программу по всей стране. Благодаря нашим программам и ресурсам нас часто приглашают в разные места, чтобы проповедовать там Евангелие. Благодаря спутниковому телевидению наши программы выходят в эфир в Европе, в Азии, а также к нашей программе имеют доступ более 200 миллионов русскоязычных зрителей. Это похоже на время сжатвы для нас. Это также очень важный сезон, когда нужно нести истину об Иисусе с ясностью, простотой и смелостью. Я верю, что Бог готовил нас к этому и божественным образом соединил нас вместе для этой великой цели. А я приглашаю вас помолиться о том, чтобы инвестировать в это служение. Мы уже строим планы на следующий год. Бог открывает для нас новые двери, и обеспечение является очень важной частью этой работы. Один из наших партнеров решил подарить нам 250 тысяч долларов. Каждый доллар, который вы даете, удвоится, потому что вы инвестируете в Царство Божие. Ваше партнерство очень важно для нас. Поэтому хочу сказать спасибо за вашу верность и щедрость. И я хочу помолиться за вас. Отец наш Небесный, спасибо за возможность для проповеди Евангелия в это время. Помоги нам оставаться верными и смело двигаться вперед к тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Благодаря щедрым зрителям, как вы, наше служение транслирует эту программу зрителям по всему миру. Наше вещание существует благодаря вам. Помогите нам приносить послания пастора, позвонив или посетив наш веб-сайт, чтобы пожертвовать. В знак благодарности за ваше даяние мы отправим цикл посланий пастора плоды креста и наш рождественский подарок из Иерусалима. Отправьте нам 50 и более долларов и мы отправим вам книгу пастора Аллена «Плоды креста». И помните, что сила креста побеждает зло. Крест даст вам свободу. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы меняем мир. Иисус наш Господь, Спаситель и наш Царь. Мы служим так, как угодно Ему, а не нам. Марка 8 глава. «И подозвав народ с учениками Своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Здесь сказано, что Иисус подозвал учеников и весь народ и сказал, «Если кто-то хочет быть Моим учеником, он должен отвергнуть себя, взять свой крест и последовать за Мною». Когда вы принимаете Иисуса Господом в своей жизни, вы принимаете приглашение отречься от себя. Цель вашего спасения не в том, чтобы дать вам силу Творца, чтобы вы все делали по-своему. Библия говорит, что Иисус автор и завершитель нашей веры. Именно Он будет писать историю. Думаю, все мы начинали этот путь с мыслью, что сейчас у нас будет все, что мы хотим. Неплохое начало. Оно отражает незрелость. Когда вы ребенок, вы думаете, что весь мир ваш. Когда вы голодны, кто-то должен вас накормить. Когда вам некомфортно, кто-то должен переодеть вас. Если вы хотите чего-то, а вам это не дают, то нужно упасть на пол и биться в истерике. Так ведет себя мир, пока кто-то с большей властью не поможет вам повзрослеть. А это уже не так весело. Так же мы растем, Господи. Я не говорю вам о начале пути. Я понимаю, что такое начало. Но мы же не хотим оставаться там. Мы слуги Всевышнего, и мы призваны к послушанию. Первое послание Иоанна 3 глава 23 стих. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Осознайте, что у Бога есть для вас заповедь. Большинство из нас пытаются убежать от нее. Но Божьи заповеди это куда больше, чем скрижали Моисея. Мы выбрали не Иисуса, а выбрали послушание. Приняв Иисуса, мы подчинились Ему и выбрали послушание. Тут совсем иная психология. Когда мы переходим от выбора к повелению, возникает вопрос власти. А когда мы начинаем говорить о власти, то имеется в виду выражение силы. Если нам нужна сила Божия в нашей жизни, то нам нужно подчиниться Его власти. Мы выбираем послушание. Что было сказано о Захарии и Елизавете? Они были праведными и соблюдали заповеди и уставы, и поэтому Бог избрал их для своего великого плана. Тоже правдой в 21 веке. Мы готовы принять Бога как нашего Господа и Царя и служить Ему в послушании, или мы хотим вести с Ним переговоры? Деяние, 10 глава, 42 стих. Но вам нужен контекст. История о Петре. Петр был в Кесарии, в доме римского сотника Корнилия. Кесария – это языческий город, построенный Иродом Великим в честь его друга Цезаря. В центре Кесарии находился храм римскому богу, поэтому ни один нормальный иудей не ходил в Кесарию, ее обходили. Этот город не упоминается в Евангелиях, и Иисус не бывал там. Это красивый портовый город, и именно в нем живет римский сотник Корнилий. Библия говорит, что Корнилий был посвященным и праведным человеком, и Бог послал к нему ангела. Тот сказал, что ему нужно найти Петра. Петр находился в другом месте, и после череды сверхъестественных вмешательств Петр приехал к Корнилию. И вот события, которые произошли на Пятидесятницу, было это в Иерусалиме. Повторяются они в доме и Корнилия, но уже с язычниками, понимаете? Петр и его сопровождение не могли поверить в этом. Это шло в разрез с их пониманием. На Пятидесятницу Дух Святой злился на ближайших друзей Иисуса. А теперь, несколько недель спустя, Петр приходит в Кесарию, и это событие повторяется в языческом городе сне евреем. Петр не мог в это поверить. Он не мог вместить этого. Но после этого он стал рассказывать им об Иисусе, и он сделал такое заявление. Опять же, в Деяниях 10 главе, 42 стихе. И он, Иисус, повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Если бы вы спросили меня, почему Петр пошел в Кесарию, у меня не было бы этого стиха, то и отдал бы ответ в духе 21 века. Петр был под впечатлением от служения Иисусом, что не мог не рассказывать о нем. Он был под впечатлением от Божьей благодати и чудес, которые он видел. Так почему бы ему не рассказывать об Иисусе? Но это не то, что говорит Писание. Петр сказал Корнилию, «Иисус велел мне проповедовать. Он велел мне быть здесь». Думаю, детали этой истории помогут вам. В первой главе Деяний Иисус вернулся на небо. Вторая глава это Пятидесятница. Дух Святой излился на всех собравшихся в горнице, и вокруг них собралась толпа. Некоторые люди насмехались над увиденным, некоторые не понимали, что происходит, а некоторые посчитали их пьяны. Тогда Петр поднялся и обратился к толпе. Он сказал, «Мы не пьяны. Сейчас только девять утра». А затем он рассказал им об Иисусе. Это прекрасная проповедь, вам стоит ее прочитать. Но в начале этой проповеди он сказал собравшись в толпе, Бог сделал этого Иисуса, которого вы распяли Господом и Христом. Нам с вами эта фраза просто кажется красивой, но в ней есть еще кое-что. Совсем недавно в том же городе эти же люди встретились с самим Господом, и когда губернатор спросил, что вы хотите, чтобы я сделал с ним, они закричали, распни его. А когда римляне избили его до неузнаваемости и пригвоздили к кресту, самые известные люди в городе собрались у креста и насмехались над Иисусом. Если ты сын Божий, то сойди со креста. А в это самое время Петр и его друзья прятались в страхе. И вот Петр поднимается на улице того же города и говорит, «Бог сделал этого Иисуса, которого вы распяли Господом и Христом». Зачем он это сделал? Какая тут политкорректность? Думаю, Петр ожидал, что после этой проповеди он отправится в тюрьму, и Петр больше всех удивился, когда в следующем стихе люди сказали, что же нам сделать, дабы спастись? Я думаю, что Петр рассчитывал на то, что результатом проповеди станет тюрьма. Алло. Но никак не очередь. Из трех тысяч желающих креститься, почему же он это сделал? В десятой главе мы находим ответ. Он сказал, Иисус велел нам рассказывать об этом. Он не сказал делать это, когда нам удобно или вздумается. Он не сказал делать это, когда это легко, или когда нам просто этого хочется. Он дал нам повеление. Я никогда не служил в армии, но у меня много друзей военных. именно поэтому я не буду делать вид, что все понимаю в этой армейской жизни. Но я подозреваю, что все закончилось бы довольно плохо, если бы вам дали приказ. возможно, вам просто сказали, когда вставать, но вы решили поспать подольше. И вот ваш командир подходит к вам, а вы отвечаете, ну, сегодня утром шел дождь, и мне хотелось поспать подольше. вы понимаете, что это может закончиться плохо? Вы подвластный человек, и вас могут ожидать последствия за ваше непослушание. И читая Библию, Деяния, 10-ю главу, я понимаю, что Петр также понимал, что такое приказ. Рассказывай эту историю, это мое тебе повеление. Рассказывай Евангелие. Рождество это удивительное время. Молюсь, чтобы этот месяц был полон радости, надежды и обещаний, и чтобы вы приблизились к Рождеству с предвкушением. Если это не так, то я хочу напомнить вам, что Иисус все еще царствует. У него есть сила, возможности, желание вмешиваться в нашу с вами жизнь. В этом весь смысл Рождества. В темный мир Бог послал своего Сына. Именно это провозглашали ангелы пастухам на поле, и именно это Дух Божий провозглашает в наших сердцах. Итак, какими бы ни были ваши трудности, знайте, что сила Божия рядом, чтобы исцелять и освобождать вас. Вы не слишком далеки от Бога. Если вы повернетесь к Нему, то Он поведет вас в лучшее место. Какими бы ни были ваши трудности, Бог здесь. Иисус в мире и в нас с вами, чтобы мы приносили разницу. Какое же это удивительное обещание. Если вы живете неподалеку, то я лично приглашаю вас в нашу церковь в канун Рождества. В этот день у и вы не пожалеете. Служения будут в 13, 15 и 17 00. Они будут одинаковыми. Веселого Рождества! Вы важны для Бога! Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью, поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мерфисборе, а также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует...